Добрый вечер. Добрый. Второй раз обращаюсь по улице Рюмина. Рюмина, так что... Когда-нибудь из вас, придержащих, кто-нибудь прохашивался по этой улице? Я вам скажу лично, даже я лично с мэром там ходил по улице Рюмина. И как? Ну, давайте ваш вопрос. Хотя бы, понятно о том, что рабочие места нужны людям. Вы сейчас имеете ввиду вот этот... Дайте я закончу, извините, не перебивайте. Да, простите. Хотя бы взяли бы и отодвигали эти палатки к массовой. Там невозможно пройти. Это сейчас идет речь, и речь идет о том куске, который вот начинается угол Ленина-Рюмина. От центрального к рынку. К рынку, все понятно. Спасибо, спасибо за ваш вопрос. Смотрите, что я хочу сказать. По Ленина-Рюмина ходили неоднократно. Но вот, если телезритель не знает, я ему скажу, что в недавние времена там не только умудрились поставить киоски, но и оформить их. То есть, получили на них адрес, и теперь это не Тимчасова, через у нас поруда, который приехал, краном поднял. А теперь это по документам сооружения, с адресом майно зарегистрировано, недвижимое имущество. Все такие теперь споры будут решаться только через суд. Поэтому там вот такая ситуация, и когда там наведется порядок, я не знаю. То есть, вначале там, наверное, вокруг надо будет поубирать именно незаконные будочки. А что сделать с теми павильонами, что получили торговые адреса, как они это получили. Я думаю, тут еще будет должно приниматься какое-то решение. То есть, так просто не заедешь, их не уберешь. Это у людей имущество зарегистрированное. Вопрос, как они это получили, ну это, наверное, вопрос правоохранительным органам, которые тоже должны поднять этот вопрос и разобраться, как можно было. Ну, если это сессия Горсовета произошла, то тут уже правоохранительные органы не разберутся. Коллективное. Коллективное решение.